МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Завершены работы подрядными организациями по ремонту кровли, по ремонту швов. Глава администрации провел очередное плановое совещание. В настоящее время на рынке труда города Десногорска устойчивым спросом пользуются такие специальности, как уборщики, медицинский персонал, газоэлектросварщики, монтажники, бетонщики. Центр занятости населения подвел итоги за 8 месяцев. Сводка криминальной обстановки за неделю в городе. На меня очень сильное впечатление произвело то, что у блока ВВР-1200 несколько уровней защиты. К своему 25-летию концерн «Росэнергоатом» подошел с высокими результатами. Более 160 миллионов рублей получит Смоленская область на ремонт дорог. В рамках соглашения с правительством Москвы 48 миллионов рублей выделено из бюджета столицы. Они будут направлены на обновление асфальта на улицах Сычевки. Еще около 120 миллионов рублей выделены Федеральным дорожным агентством. Их направят на строительство и реконструкцию общественно значимых сельских дорог. Всего планируют построить и реконструировать почти 14 километров автодорог. 12 сентября на очередном плановом совещании глава города Андрей Шубин выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации Дня города и сообщил, что мероприятие прошло на должном уровне. Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике присоединилась к словам Андрея Николаевича. От Комитета по культуре я хочу поблагодарить ОМВД России по городу Десногорску, художскому казачьему обществу Хутор Десногорский, медико-самитарной части 135, образовательному учреждению города, отделу экономики администрации, службе оборудового устройства, волонтерской организации молодежного центра, Смоленской атомной электростанции и правтому САЭС, пожарной части города Десногорска, байкерскому клубу «Сталкер», индивидуальным предпринимателям города, управлению ДВЧС по городу Десногорску и средствам массовой информации. Спасибо всем за помощь и проведение. В детских садах города продолжаются ремонтные работы. Глава лично следит за ходом работ. Комбинат коммунальных предприятий готовит город к зимнему периоду. Завершены работы подрядными организациями по ремонту кровли, по ремонту швов, по ремонту пузырьков. И прошли аукционы. Начнутся на этой неделе работы по ремонту подъездных трех квартирных домов в городе Десногорска. Отдел социальной защиты населения города направил многодетную семью десногорцев на региональный этап конкурса «Семья года». Надеемся, что выступят достойно и ждем до вас победы. За прошедшую неделю в городе появились на свет семь младенцев. Зарегистрировано 120 случаев ОРВИ. Грипп не регистрировался. В области стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый». На официальном сайте Управления МВД России по Смоленской области жители региона могут отдать свой голос за одного из 14 участников первого этапа конкурса, который в этом году проводится во всех районах Смоленской области. Десногорск представляет участковый по второму микрорайону Константин Иванцов. Проголосовать за своего кандидата можно, авторизовавшись через социальные сети. По данным регионального департамента по здравоохранению, за текущий год продолжительность жизни в Смоленской области выросла до 70 лет, а смертность снизилась более чем на 4%. Чаще всего смоляне умирают из-за болезни системы кровообращения, на втором месте – онкология, а на третьем – внешние факторы, например, ДТП. А вот в борьбе с туберкулезом удалось достигнуть определенных результатов. В течение пяти лет на территории региона наблюдается заметное снижение случаев этого заболевания. Уровень занятости населения является важным показателем социально-экономического развития страны. И если до кризиса он был достаточно высоким, то сегодня экспертов настораживает то, что количество безработных россиян постоянно растет. В нашем городе ситуация на рынке труда также складывается нестабильно. Одной из проблем, связанных с трудоустройством, остается несоответствие спроса и предложения рабочей силы. За восемь месяцев текущего года в Центр занятости населения сведения о сокращении численности персонала на 123 работника предоставили 27 организаций. Число обращений намного превышает эту цифру – 1560 человек. Да и на учет ставят не каждого – всего только 598 человек. Конечно, цифры постоянно меняются. Многие уже нашли работу. По состоянию на 31 августа 2017 года численность граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения с целью поиска подходящей работы составила 131 человек. Из них 87 человек являются безработными. В настоящее время на рынке труда города Десногорска устойчивым спросом пользуются такие специальности, как уборщики, медицинский персонал, газоэлектросварщики, монтажники, бетонщики. Сотрудники Центра занятости взаимодействуют со всеми организациями города, занимаются профессиональной подготовкой и переподготовкой, повышением квалификации. Также организуют и временное трудоустройство, в том числе и детей. В этом году на время летних каникул Центр занятости совместно с образовательными учреждениями нашего города, а также с Смоленским управлением филиала АО «Электроцентромонтаж» трудоустроил 101 школьника. Кроме того, в течение года Центром занятости проведены ярмарки вакансий, после участия в которых 84 человека было трудоустроено. Но найдут ли люди работу, во многом зависит от добросовестности работодателей. Хотелось бы напомнить работодателям, что все предприятия и организации, независимо от формы собственности, обязаны предоставить Центр занятости города информацию о наличии свободных вакантных мест до 28 числа ежемесячно. С разъяснением по заполнению форм отчетности можно обратиться к специалистам нашего Центра или получить консультацию на нашем официальном сайте. Напоминаем, что непредоставление или несвоевременное предоставление сведений о наличии вакансий влечет наложение штрафа на работодателя в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Более 10 тысяч смолян не смогут выехать за границу из-за долгов. Жители региона задолжали около 7 миллиардов рублей. Из общего числа должников более 3 тысяч – это неплатильщики алиментов. Ограничение права на выезд из России стало традиционной и наиболее эффективной мерой воздействия на недобросовестных граждан. Напомним, что проверить свои долги можно на официальном сайте регионального управления службы судебных приставов в разделе «Банк данных исполнительных производств». О криминальной обстановке у нас в городе расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 122 сообщения о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлении. Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 92 административных правонарушения, в том числе 72 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 11 человек. Уважаемые десногорцы и гости города, соблюдайте закон и помните, что за каждым правонарушением следует наказание. Польские яблоки завершили путь в Россию на Смоленской свалке. 18 тонн уничтожено на полигоне бытовых отходов в Руднянском районе. Фрукты ввозили из Белоруссии на фуре, принадлежащей гражданину России. На перевозчика заведено дело об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Каждая пятая лампочка в России горит за счет работы атомных станций. И последние 25 лет количество киловатт ядерной энергии, производимых концерном Росэнергоатом, только увеличивается. Сегодня российская атомная энергетика переживает настоящую техническую революцию. Энергоблоки, построенные в 60-70-х годах прошлого столетия, постепенно начинают выводиться из эксплуатации, а на смену им приходят новые. Более совершенные, надежные и безопасные. Два блока с реакторами типа ВВР-1200 на Ростовской и Ленинградской АЭС уже готовятся к физическому пуску. Параллельно с наладочными работами на станциях регулярно проводятся экскурсии для иностранных делегаций, у которых блок поколения 3+, вызывает неподдельный интерес. Под гермооболочкой мы можем видеть теплообменники. Всего их 32 единицы. Это специальные технические средства для управления запроектными авариями. Они работают при полном отказе всех систем безопасности. На меня очень сильное впечатление произвело то, что у блока ВВР-1200 несколько уровней защиты. И в случае отказа одной системы в действие вступает другая. Здесь имеется четырехкратное резервирование этих систем, и это очень здорово. Признание российских технологий на международном уровне делает энергоблоки с реакторами ВВР основным экспортным продуктом. Портфель зарубежных заказов включает 34 блока данного типа. Но российские атомщики не стоят на месте и уже сейчас делают первый шаг к атомной энергии будущего. Не только экологически чистой и безопасной, но и практически безотходной. Ее основа – реакторы на быстрых нейтронах. На Белоярской АЭС уже работают два промышленных образца мощностью 600 и 800 мегаватт соответственно. Решение о строительстве энергоблока мощностью 1200 мегаватт может быть принято уже в этом году. Энергетика – не единственное направление деятельности Росэнергоатома. Концерн уже много лет производит изотопы для ядерной медицины и заканчивает строительство одного из крупнейших в Европе центра обработки данных. Уже сейчас портфель заказов по новым бизнес-направлениям составляет более 200 миллиардов рублей. Редактор субтитров А.Семкин